Повышение якости работы службы «Одно окно» от личболка акта у громадянского стану – працы с жихарами региона. Такие задачи поставлены у приоритетный рад для решения на ближайшую перспективу. У областном центре подвели выники працы органов юстиции Гродзенщины за 2021 год. У справоздачного мероприемства принял удел министр юстиции Беларуси Сергей Хоменко. За минулый год спагнана на корызи громадян субъекту господарения и у доход державы по выконавчих документах свыше 130 млн рублев. Их это амаль на 40% больше, чем год раней. Это говорит об эффективности работы органов промысовых выконаний в области. Как подкреслил министр, вельми важным показчикам з'является оценка громадян медийности юстиции. Так, за минулый год колькость скаргау об формальным типа верховным разгляде справ сменшилось на 30%. Было отзначено, что при нем не один из лидеров Украины у работе по повышении якости службы «Одно окно». Но работать в этом и других направлениях еще есть на чем, ровно как и чему получится у Гродинцау. И следующее подведение итогов больше напоминало обмен опытом той деятельности, которая накоплена в рамках нормотворчества, в рамках экспертизы правовых документов, в рамках реализации и тактики действий органов принудительного исполнения. Достаточно большой пласт был рассмотрен по проблеме одного окна. И здесь необходимо отметить, что в основе всей этой деятельности заложен один принцип – как более качественно, более оперативно оказать помощь людям во всех аспектах рассматриваемых действий. Головным гарантом якостной працы с физичными особами и субъектами господарения были и застаются грамотные кадры. Виновата ими может нарыться регион, подкреслил Сергей Хоменко. За поспехи удейности супрацовники Гродинского подразделения Министерства юстиции были угонорованы в урочистые обстановцы. А прочтого пройшла церемония занесения нелепших супрацовников на дожку-гонору. Дадзенная традиция была закладена летость. Все лето дожка была обновлена шастю новыми прозвищами. Все знают о том, что Гродинская область является жемчужиной Республики Беларусь. И жемчужина не потому, что это уникальная природа, уникальные исторические памяти, а потому, что здесь живут люди, которые действительно имеют тот опыт, который могут передать.